Встреча в Брюсселе в формате США-ЕС, Армения, никоим образом не направлена на содействие мирному процессу на Южном Кавказе. Ее цель – втянуть регион в геополитический конфликт. Об этом в субботу сказал политолог Азар Гараев. Он отметил, что это вмешательство внешних сил в дела региона не принесет хороших результатов. В частности, следует подчеркнуть, что месседжи о поддержке в адрес Армении, подверженные реваншистским тенденциям, могут еще больше ее воодушевить. «Мы видели это и раньше. Такой результат дало вооружение Армении и Франции», – сказал Гараев. Он добавил, что перед встречей председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн и госсекретарь США Блинкен позвонили президенту Ильхаму Алиеву и попытались объяснить свою позицию. Конечно же, это в первую очередь является показателем авторитета президента Ильхама Алиева на международном уровне. Президент Ильхам Алиев вновь озвучил решительную позицию Азербайджана, доведя до сведения сторон, что эта встреча не внесет положительного вклада в мир в регионе, – сказал политолог. Гараев также отметил, что Россия и Турция также выразили позицию в связи со встречей США ЕС Армения. То есть не только Азербайджан, но и страны региона признают, что эта встреча представляет угрозу для мира и стабильности в регионе. Единственной страной региона, которая промолчала, стал Иран. Однако до сих пор именно Иран чаще всего говорил о красной линии в вопросе ввода в регион посторонних сил. «Молчание Ирана на данном этапе было совершенно непонятным, а с другой стороны, сейчас в социальных сетях распространяется информация о поставках военной помощи из Ирана в Армению. Похоже, Иран не только молчит, но и продолжает поддерживать Армению», – подчеркнул он. По словам политолога, позиция, которую сегодня занимает Запад в отношении Азербайджана, а также региона, подвергается критике и неоднозначно воспринимается на самом Западе. Одним из главных вопросов тут является массовое вооружение Армении. До сих пор мы видели, как Франция вооружает Армению. Теперь становится ясно, что армия Армении реорганизуется и оснащается оружием. В связи с этим ЕС выделит 270 миллионов евро, а США – 65 миллионов долларов, которые также будут выделены в течение четырех лет. Эти средства будут направлены на укрепление линии обороны на границе с Азербайджаном, строительство оборонительных укреплений и развитие военной инфраструктуры. Вооружение Армении является угрозой безопасности Азербайджана», – добавил Гараев.